Витамины. Витаминами называются низкомолекулярные соединения органической природы, не синтезируемые в организме человека, поступающие изни в составе пищи. Они не обладают энергетическими и пластическими свойствами, проявляют биологическое действие в малых дозах. Витамины образуются путем биосинтеза в растительных клетках и тканях. Большинство из них связано с белковыми носителями. Обычно в растениях они находятся не в активной, но высокоорганизованной форме и по данным исследований в самой подходящей форме для использования организмом, а именно в виде провитаминов. Их роль сводится к полному, экономическому и правильному использованию основных питательных веществ, при котором органические вещества пищи высвобождают необходимую энергию. Недостаток витаминов в питании человека вызывает тяжелые расстройства. На основании медицинской литературы мной систематизированы основные виды витаминной недостаточности. Смотрите конец этого раздела, таблицу 1. Скрытые формы витаминной недостаточности не имеют каких-либо внешних проявлений и симптомов, но оказывают отрицательное влияние на работоспособность, общий тонус организма и его устойчивость к разным неблагоприятным факторам, в том числе и к инфекции, которая сейчас широко распространена. Удлиняется период выздоровления после перенесенных заболеваний, в том числе и инфекционных, почему люди не могут после гриппа быстро восстановиться. А также возможны различные осложнения, которые наблюдаются. В основу классификации витаминов положен принцип растворимости их в воде и жире, в связи с чем они делятся на две большие группы – водорастворимые и жирорастворимые. Водорастворимые витамины участвуют в структуре и функционировании ферментов. Жирорастворимые витамины входят в структуру мембранных систем, обеспечивая их оптимальное функциональное состояние. Жирорастворимые витамины – витамин А, как сам витамин, так и каротин. Витамин Д, витамин Е, витамин К. Водорастворимые витамины В1, В2, ПП, В3, В6, В12, ВС, H, Н, П и С. Витаминоподобные вещества В13, В15, В4, В8, ВТ, ВН, В1, В1, Ф и Ю. Витамин А, ретинол, отвечает за красоту кожи и защиту от инфекции. Он содержится в продуктах животного происхождения. В чистом виде это кристаллическое вещество светло-желтого цвета, хорошо растворяется в жире, неустойчив к действию кислот, ультрафиолету, кислороду воздуха. Растительные пигменты, каротиноиды, играют роль провитамина А. Каротиноиды от латинского карота морковь относятся к углеводистым соединениям, которые в растениях обычно связаны с белками. Превращение каротина витамин А происходит в стенках тонких кишок и печени. Физиологическое значение витамина А. Витамин А оказывает влияние на развитие молодых организмов в состоянии эпителиальной ткани, на процессы роста и формирования скелета ночное зрение. Так, адаптация зрения к условиям различной освещенности длится около 8 минут при нормальных запасах витамина А. И 30-40 минут при уменьшении их наполовину. Витамин А участвует в нормализации состояния и функции биологических мембран. В сочетании с витамином С он вызывает уменьшение липоидных отложений в стенках сосудов и снижение содержания холестерина в сыворотке крови. Особенно витамин А нужен щитовидной железе, печени и надпочечником. Он один из витаминов, сохраняющих молодость. Например, он продлевает жизнь подопытным животным. Особенно много витамина А в печени морских животных. Вот почему препараты из печени этих животных, например, катрекс из печени черноморской акулы катрана, очень ценны. Витамин А нужен ушам. Его нехватка может привести к ушным инфекциям и отразиться на механизме слуха. Его с большим успехом применяют в аллергической терапии. Установлено, что приступ сенной лихорадки можно полностью отразить принятием 150 тысяч МЕ. Витамина А. Зарубежные врачи называют его линией обороны от болезни, так как целостность по крови и эпителия внутри тела. Нормальная их работа – первое условие здоровья. Недостаток витамина А широко распространен. Из-за этого происходит замедление реакции организма. Спортсменам на заметку. Так в ФРГ проводились опыты с 152 шоферами, которые или не прошли водительские испытания, или имели наибольший список дорожных происшествий. Им давали ежедневно по 150 тысяч витамина А, что привело, как сообщает Институт психологии транспорта, к значительному усилению их водительских способностей. Вообще проблема дефицита витамина А остро стоит во всем мире. Проводится лечение витамином А. Так в Индии детям в возрасте от 1 до 5 лет раз в полгода дают по 110 миллиграммов витамина А. Это 200 тысяч МЕ, международных единиц, насколько я понимаю, МЕ, или 40 взрослых норм сразу. Среди детей, получивших 2 дозы, заболеваемость глаз сократилась на 75%. Запасы витамина А могут в печени составлять резерв 500 дневной потребности. Они откладываются там в форме эфира высших жирных кислот – олеиновой, пальмитиновой и стеариновой. И, возможно, по этой причине, несмотря на столь высокие запасы, не наблюдается явление гипервитаминоза. Заметим, что витамин А накапливается в печени из каротина, но не из витаминной диеты. Среди сельского населения острова Ява, питающегося неполированным рисом, зелеными овощами и фруктами, не наблюдается признакам нехватки витамина А. Наоборот, установлено, что снабжение витаминов А достаточно полноценно, хотя их пища не содержит молока, масла и почти лишена яиц. Потребность витамина А составляет 1,5 мг в сутки, что равняется приблизительно 5000 МЕ. 1 МЕ равна 0,3 мг. Причем не менее 1,3 гипервитаминоз витамина А встречается крайне редко, так как нужны необычайно высокие дозы, поступления которых в жизни трудно осуществить. Вот один из таких случаев. Английская газета Times сообщила о смерти ученого Брауна с 48 лет. В статье под заголовком «Морковная диета убила ученого» говорилось, как установило расследование сторонник здоровой пищи, выпивавших до 8 пинт, а пинта 0,56 литра морковного сока в день, был совершенно желтого цвета, когда умер. Врач заявил, что Браун умер от отравления витамином А. Уменьшают запасы витамина А алкоголь, канцерогены, висмут, сильное уменьшение в диете белка с 18 до 3%. Уменьшают отложение этого витамина в печени более чем в 2 раза. Разрушает его кислород воздуха, кислоты, ультрафиолетовые лучи. Прогоркание жиров ведет к разрушению витамина А. Важнейший источник витамина А – печень, сливочное масло, сливки, сыр, яичный желток, рыбий жир. При тепловой обработке витамин А значительно разрушается. Каротин. Каротин – ненасыщенный углеводород, оранжево-желтый пигмент, поэтому он находится в плодах, листьях цветов, имеющих оранжево-желтый пигмент, то есть окраску. Белок, связанный с каротином, является важнейшим фактором химической стабилизации его. В растворе, особенно при облучении и доступе кислорода, каротин легко разрушается. Физиологическое значение – это прежде всего возможность снижения канцерогенного риска от облучения и табачного дыма путем регулярного употребления моркови. Часть бета-каротина, который не превращается в организме витамин А, выполняет особые защитные функции. Уже теперь умеренное и регулярное употребление красной морковки и сока можно рекомендовать в качестве фактора, снижающего риск развития преждевременного старения и опухолей. Это ценнейшая информация о каротине, взятомной из книги Веленчика «Биологические основы старения и долголетия». Полагает, что каротин усиливает действие половых гормонов. Содержание в плазме крови человека каротина колеблется от 80 до 230 мг процентов и зависит от поступления с пищей. При некоторых заболеваниях, экзема, спру, содержание каротина в крови составляет от 8 до 30 мг процентов. В организме человека он накапливается в печени, сердце, нервной ткани, костном мозгу, семенниках, яичниках, кожи, особенно в стопах и ладонях. В виде масляного раствора бета-каротин в два раза менее активен, чем витамин А. Исключительно важным фактором усвоения каротина является наличие в кишечнике желчи. Дети усваивают его хуже, чем взрослые. При очень больших дозах искусственного каротина он усваивается 1-2%. В отличие от витамина А, каротин в больших дозах не токсичен и не вызывает гиперавитаминоза. О важности в нашем питании витамина А и каротина говорят следующие факты. По данным ВОЗ от ОРЗ, насморка, атита, ангины, бронхита, пневмонии, возникающих из-за нехватки витамина А, свыше 1 миллиона мужчин от 40 до 60 лет становятся инвалидами. Образование слюнового камня на зубах, как считают специалисты, есть внешний признак скрытых патологических процессов. Образование камней в печени и почках вследствие нарушения обмена веществ при прирождении слизистых оболочек и развитии воспалительных заболеваний. Вспомните из раздела о пищеварении, как быстро слущивается эпителий желудочно-кишечного тракта. И если он полноценно не успевает восстанавливаться, происходит самое разнообразное заболевание. Тут и язвы, и несварение, и полипы, и злокачественные образования. Причин появления дефицита витамина А и каротина много. Неполноценное питание, низкое содержание в продуктах, нарушение усвоения или повышенное потребление при заболеваниях, беременности, спортивных тренировках у детей в период интенсивного роста от 2 до 5 лет и полового созревания. В качестве профилактики регулярно на завтрак ешьте салат, содержащий много морковки или пейте морковный сок. Такого режима питания придерживался Поль Брех. Вот что он пишет в своей всемирно известной книге «Чудо голодания». Примерно через час после этого совершаю мой первый за день прием пищи. Обычно это салат из свежих овощей на основе моркови, капусты и зелени. Именно в этих продуктах каротина предостаточно. Суточная норма бета-каротина 6000 МЕ международных единиц. О витамине А и каротине в целом. Бета-каротин – антиоксидант или противоокислитель. Если вы получили передозировку витамина А, у вас могут быть побочные явления. Принимая бета-каротин, у вас передозировки не будет, так как организм возьмет из него столько витамина А, сколько ему надо. Остаток же будет действовать как противоокислитель. Без витамина А не может быть гладкой здоровой кожи и функциональной слизистой оболочки. Наша кожа становится шершавой, сухой, местами лопается и черствеет. На лице появляются угри, на теле нередко фурункулы. Витамин А стимулирует производство слизи, которая предохраняет тончайшую оболочку от высыхания. В поврежденных местах кожи и слизистой оболочки быстро появляется инфекция, сухость в носу, горле, кишках и мочевых каналах. Поврежденная слизистая оболочка на бронхах и в легких ведет к неспособности их сопротивлению к болезням. Поэтому нередко бывает воспаление легких со смертельным исходом. Без витамина А клетки, производящие слизь, отмирают. Образуется ороговевший слой в легких желудке, кишечнике, мочевом пузыре, половых органах, а также на коже. Следствием этого могут стать боли в желудке, нарушения пищеварения, воспалительные процессы в мочеполовой сфере и даже рак. Витамину А принадлежит решающую роль в осуществлении функциональной деятельности органов зрения. Он является компонентом белка, из которого строится сетчатка глаза. Под действием света этот белок расщепляется, в результате чего зрительный нерв посылает в зрительный центр головного мозга импульс и человек видит. Если его не хватает, неизбежно наступает расстройство зрения. Первый признак того – плохая видимость в сумерках и в темноте, так называемая куриная слепота. Кроме того, нехватка витамина А ведет к высыханию и затвердению клеток роговицы. И тогда мы лишаемся защитной пленки слезной жидкости. Клетки отшелушиваются, слезные каналы закупориваются, наступает хроническая сухость глаз, которая и наблюдается повсеместно. При нехватке витамина А может быть замедлен рост у детей. Рост конечностей, в особенности главным образом, происходит в области суставов. Именно клетки хрящевой ткани наиболее активно участвуют в процессе обмена веществ и требуют большого количества витамина А. Витамин А укрепляет челюстные кости и таким образом предотвращает неправильный привкус, увеличивает устойчивость десен к инфекциям и воспалениям, необходим слуху печени, особенно после перенесения болезни Боткина. Наши мускулы легко утомляются, в ушах появляется большое отложение серы, волосы и ногти становятся ломкими и теряют свой блеск. Витамин А необходим и в такой деликатной сфере, как любовь. Секс и продолжительность рода. Если витамина А недостаточно, то возникает дефицит сперматозоидов, то есть семенных клеток у мужчин и снижение полового влечения и бесплодие у женщин. Признаки недостаточности. Почти 30% людей обладают запасами витамина А на пределе риска. Как результат? Поражение кожи, сухость, шелушение, прыщи. Подверженность инфекциям, в особенности респираторным. Риниты, ларингиты, бронхиты, насморк и прочие гриппы. Ночная слепота с потерей остроты зрения в сумерках. Сухость роговой оболочки глаз за счет закупорки слезного канала. Эпители которого подвергаются ороговению. Плохой рост костей, артралгия, боли в суставах, поврежденная зубная эмаль, потеря веса, замедление роста, бессонница, чувство усталости, задержка полового развития у подростков и половые дисфункции у взрослых. Лечебно-профилактическое значение. Торможение процессов старения организма. Антиатеросклеротическое действие, что означает профилактику развития ишемической болезни сердца и сосудистых поражений сосудов головного мозга. Профилактика развития онкологических заболеваний. Применение у больных с атрофическим гастритом. Снижением секреторной функции желудка, язвенной болезнью желудка в сочетании с пищей, содержащей цинк. При плохо заживающих ранах, ожогах. При обострении хронических заболеваний органов дыхания и мочеводелительной системы. Для поддержания нормального состояния кожи, слизистых оболочек, костей, зубов, волос, десен. Чтобы десны не опускались и шейки зубов не оголялись. Для лечения фрункулеза, карбункулов, трофических язв. Помогает избавиться от старческих пигментных пятен. Способствует поддержанию нормальной функции предстательной железы, особенно у мужчин старших 40 лет. Необходим во время беременности и кормления грудью. Способствует избавлению от многих расстройств зрения, сдерживает развитие глаукомы, повышает сопротивление организма к респираторным и другим инфекциям, укрепляет иммунитет. Необходим для роста костей, обеспечения функций яичек и яичников, эмбрионального развития, дифференциации ткани, то есть образования из общей массы делящихся клеток плода, органов и тканей. Для регуляции роста. Кому может потребоваться дополнительный прием? Людям, потребляющим малокалорийную или недостаточно богатую питательными веществами пищу, а также тем, кто испытывает повышенную потребность в питательных веществах, злоупотребляющих алкоголем и наркотиками. Людям, страдающим изнурительными хроническими заболеваниями или длительное время имеющим высокую температуру, длительное время пребывающих в тяжелом стрессовом и эмоциональном состоянии, для восстановления после хирургических вмешательств или после тяжелых травм и ожогов, детям с ослабленным иммунитетом. Естественные источники. Рекордсмены по содержанию бета-каротина. Щавель, тыква витаминная, морковь и особенно облепиховое масло. Абрикос свежий, арбуз, зелень горчицы, кабачок грунтовой, капуста огородная, листья салата латука, молоко цельное от домашней коровы, морковь, облепиховое масло, печень, помидоры, спаржа, тыква, цикорий, индивиду. В сыром виде шпинат, щавель, желток, яйца.